Всем здравствуйте! Очень рада всех приветствовать на этапе It's Hard, как работают hardware стартапы. Меня зовут Анна, я модератор первого трека. И пара организационных моментов, прежде чем мы начнем. Значит, по умолчанию у всех участников отключен звук, чтобы у спикера не было разных фоновых шумов. Все вопросы в ходе выступления задавайте, пожалуйста, в общий чат в Zoom. Если вы в стандартной версии Zoom, то это внизу окошко чата. Если в мобильной, скорее всего, он сбоку. Все вопросы я буду фильтровать в рамках выступления, какие-то дубли удалять, фильтровать и сдавать спикеру в конце его выступления. Так, ну и чтобы долго не затягивать, давайте начнем. Значит, наше первое выступление — это Сергей Фрунчак, который расскажет нам о том, как не только собрать хорошую команду, но и чтобы эта команда эффективно работала. Всем привет. Я непосредственно Сергей. Перед тем, как мы начнем, немножко расскажу, чем я занимался ранее. В первую очередь, это работа в таких компаниях, как E-PAM, IT-HART, Rosum Robotics на разных позициях, в разных удовольствиях, как и E-Manual, как и Automation, Performance Key. И за все время работы часто сталкивался с тем, что большинство членов команды работают единолично, либо же не понимают важности работы как команды в целом. Поэтому я сегодня расскажу не секрет успеха, а просто путь становления того, как мы это делали в Rosum Robotics. Сейчас краткая история. Может быть, какие-то моменты из презентации вам будут полезны в вашей работе, но в нашем случае это выстрелило и очень сильно помогло продвинуться дальше, когда казалось, что выхода уже нет. Ну и перед тем, как начать, вкратце, можно пересмотреть, как работает стартап. В первую очередь, это что делает команда. Это создание прототипа. После того, как что-то стало похоже на реальный продукт, мы делаем из этого работающий прототип. Альфа-версию продукта, которую можно потестить внутри компании и проверить, удовлетворяет ли это тем задачам, которые мы ставили сами перед собой. Бета-версию продукта и непосредственный запуск продукта в производство. И на тот момент, когда я пришел в компанию Rosum Robotics, бета-версия продукта уже была готова, уже начало появляться какое-то производство, и компания была готова к бурному скачку в росте для того, чтобы поднять эту непосредственную ношу, которая в нашем случае была производством. Так вот, перед тем, как все это дело началось, команда представляла собой 6-10 человек. Вся компания целиком состояла из 60 человек, которые были очень замотивированы, которые любили и верили в свой продукт. Они готовы были работать, грубо говоря, за еду, на чистом энтузиазме и инициативе. И всем между собой было очень легко договориться, потому что были собраны люди с очень высокой компетенцией в той неделе, в которой они работали. Либо же они провели много инвестиций времени в то, чтобы развивать сам продукт. В такой ситуации команде как таковые процессы не нужны, потому что команда работает довольно-таки слаженно. Все знают, что делают. Все, что нужно, в принципе, для всех понятно и объективно. Никаких сложных вещей. То есть это тот этап, когда делается прототип. Все, что нужно команде, это сделать, грубо говоря, proof of concept, который удовлетворит саму команду и позволит привлечь какие-либо инвестиции. И все, что нужно делать людям, которые работают непосредственно в управлении этой команды, это обеспечивать всеми необходимыми ресурсами, такими как оборудование, необходимая электроника, железо, платы и, грубо говоря, стоять рядом и не мешать, а только подкидывать дровишек. Ну вот этот момент благополучно закончился и нужно расти. И действительно, что же может пойти не так? В моем представлении пойти могло все не так, но только не то, что пошло дальше. Мы запустили производство, мы наняли очень много людей. И что пострадало в первую очередь, это взаимодействие между отделами. Это были ожидаемые риски. Появились всякие роли, чтобы законтрить эти факторы. Мы начали пытаться делить ответственности, но людей становилось все больше и больше. И новые люди не понимали, что нужно делать сейчас в конкретный момент, потому что им нужно было очень много времени на то, чтобы влиться в саму компанию. Плюс процессы не работали так слаженно, как нам того хотелось бы, потому что никто не занимался их тюном. И, грубо говоря, у всех была потеря фокуса, все трактовали одну и ту же бизнес-задачу с разных сторон, никто не пытался договориться. И в итоге это было, как все тянут одеяло на себя, и одеяло в конечном итоге рвется. Во что превратилась команда? Команда превратилась в компанию. В компании уже работают 60-80 человек. Все по-прежнему очень мотивированные, создают продукт в основном на инициативе. Но есть немаловажный фактор. Большинство новых людей, которые пришли, не обладают достаточной экспертизой в области робототехники, потому что в Беларуси компаний, которые делают роботов, совсем мало. И, как правило, они в разных доменах. И шарить свой опыт тут просто не получается. Все смотрят в разные стороны, хотят делать что-то иначе, смотрят на продукт по-другому, но сказать об этом друг другу почему-то не у всех получается. Командам все так же нужны процессы, но на данном этапе на их построение нет времени, потому что нужно окупать те инвестиции, которые мы сделали в ресурсы. Команда по-прежнему готова делать продукт. По-прежнему все хотят сделать что-то классное и крутое, что завоюет сердца людей на рынке, но не всегда это получается так, как хотелось бы всем ее участникам. И немаловажно, команду все по-прежнему нужно обеспечивать ресурсами, которые выросли в объемах, это делать все сложнее и сложнее. И непосредственно нужно строить связи между отделами, чтобы шестеренки в этом отдельном механизме крутились вместе, а не по отдельности. Ну и непосредственно нужно следить за финансами, и непонятно, кто это будет делать. Что пошло дальше? Мы решили, что нужно нанять PM-ов, они могут решить любые проблемы, помогут нам справиться в любой ситуации. Но знаете, в чем проблема? В том, что, как и с сотрудниками, которых очень тяжело найти в компании, которая делает роботов, хороших PM-ов, которые имеют экспертизу в этой области, тоже найти почти невозможно. И, как правило, все PM-ы, которые приходят, приходят из софтвера сферы, и там немножко все работает по другим законам. И даже люди, у которых большой опыт в PM-стве на софтверных проектах, приходят и теряются из-за того, что люди, которые работают с ними в команде, говорят совсем на другом языке, хотя, казалось бы, язык один и тот же. И, как итог, при внедрении PM-ов в процессы, PM-ы начали строить свои процессы, строить точно так же, как эти процессы должны работать в софтверной команде, но без четкого понимания, зачем эти процессы нужны. Как правило, люди, которые работают инженерами, конструкторами, с такими процессами ранее не сталкивались, потому что, как правило, все инженеры работают по дикому waterfall в организациях, которые похожи на государственные. И когда инженеру с большим стажем, большим опытом, экспертизу начинают навязывать какие-то процессы, про которые он никогда не слышал, все это дело начинает восприниматься в штыки. А раз процессы не нравятся, то начинают не нравиться в Project Manager, так как Project Manager не равно Product Manager, которые понимают бизнес и цель продукта, и вообще не ошибка знакомы с своим продуктом, то дико начинает ввести степень недоверия самой команды ко всем вокруг, не только непосредственно к Project Manager. И тут даже не сильно виноваты Project Manager, тут так сложилось. И так как Project Manager не сильно знакомы с самой робототехникой, фокус начинает уходить от нужного русла, появляется куча ошибок, как команда начинает делать не совсем то, что ожидает, так скажем, выделенный продуктовня. И в конечном итоге из пяти Project Manager выжил только один, потому что остальные сдались. Как-то очень странно и не похоже на историю успеха, мне кажется. И как в нашем случае получилось становиться и перестать делать дичь, потому что с каждым нововведением казалось, что все, дороги назад уже нет, скоро совсем все развалится, как карточный домик. Что у нас было на входе? У нас уже был некий experience, появился какой-то опыт. Мы уже знали, что навязывать какие-то процессы команде бесполезно. Команда вроде бы имеет инициативы, компетенции и круто, здорово хочет работать, но сама это делать она еще по-прежнему не может. Плюс бизнес все так же не может передать свои хотелки на сторону команды. И проблемы-то остались. Мы все так же хотим делать продукт, который нужен рынку, но что-то идет не так. Мы начали с того, что просто определили план действий, который может спасти нас в этой ситуации. Это первое, что нам пришло в голову, выделить проблемы. И наконец-таки заиспользовать такой классный инструмент, как коммуникации и пообщаться с командой. Команда начала проявлять инициативу. Мы начали узнавать фидбэки, что мешает, как мешает, с кем сложно договориться. И получив такой небольшой фидбэк, мы смогли сделать какую-то аналитику, вычленить наиболее самые важные проблемы на данный момент и предложить команде возможные решения и выслушать, что про это думает команда. Ну и непосредственно попробовать делать это поэтапно. Начали мы с того, что начали просто читать лекции, как решать такие-то или иные проблемы и обыгрывать это в игровой форме. И вроде бы как-то в штыке это не воспринималось. И все легко и здорово звучит, но план простой, как швейцарский нож, и совсем не так просто, как кажется. Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся на этом этапе, это грамотно внедрить процесс по частям, а не целиком, таргетированно решая проблемы команды и не подавляя ее инициативу, чтобы команда могла подхватить этот процесс и продолжать его тюнить постоянно на протяжении большого периода времени. И основные направления, которые нам нужно было решать, это фокус на запросы бизнеса, потому что бизнес хотел много всего в разных направлениях. И, как правило, нужно было строить стратегию разработки таким образом, чтобы все части, которые начинаются разрабатываться как с хардверной стороны, так и с хардверной стороны, шли в одном комплексе и были как путь развития, который помогает нашему роботу становиться лучше. Также для всего этого нам нужен был хороший комбайн. Одна из немаловажных проблем, которая у нас была, это то, что мы имеем запросы бизнеса, которые непонятны ни к одному из инженеров, которые не просты к реализации и порой даже совсем и не описаны. То есть нам нужно было научить всех участников команды делать какой-то ресерч, аналитику, проводить исследования и на их основе уже решать проблему бизнеса. Это требует большого количества времени и погружения непосредственно на сторону бизнеса. Также, как любой компании, нужны внятные сроки исполнения какой-то задачи, которые очень сложно получить, когда непонятно, что в итоге нужно сделать. Ну и, конечно же, немаловажно это скорость реакции на изменения рынка, потому что сфера начала развиваться довольно бурно. Очень много конкурентов за рубежом, которые преподносят много интересных кейсов. И эти кейсы тоже хочется сделать для того, чтобы быть втрою и в эшелоне, который движется вперед. Ну и непосредственно для самой команды, для всех участников и инженеров нужны простые и понятные задачи, которые можно быстро и легко сделать. И, конечно же, способ отслеживания процесса. Казалось бы, так можно было сделать и раньше, но почему-то, когда все очень быстро развивается и команда начинает безумно быстро расти, никто до этого не догадался, либо на это совсем не хватало времени. Что входило в наши планы, это, грубо говоря, универсальный план на любую проблему, которая у нас возникала, это смотрим ищем инструменты, которые могут решить наши проблемы, готовим презентацию команде, как я уже рассказывал, и предоставляем возможность попробовать в игровой форме, а иногда и не в игровой форме, просто попробовать недельку с этим пожить, получить какой-то вижен по поводу того, как это применять, решает ли это проблему командой, собрать фидбэк, и, если понравилось, уже непосредственно внедрять в работу самой команды. То есть, если смотреть на наш кейс, то первое, с чем мы боролись, это дикие эстимации, допустим, разработать какую-то детальку или какой-то кусочек софта, который будет делать простую легкую операцию, вытекали в месяц, а то и в два месяца, потому что просто ничего не было описано, и ни один из разработчиков или инженеров не понимал, как это сделать. Ну и оценка трудозатрат, которая перешла в абстракцию, очень быстро помогла вычленить те места, где описано было хуже всего, и потихонечку это дело улучшать. И благодаря тому, что даже сама команда пыталась саботировать этот процесс и как-то заруинить его и не дать его внедрить, процесс заработал только лучше, потому что, когда ребята старались и давали нереальные оценки в своих эстимациях, другие ребята давали нормальную оценку, мы находили места, про которые никто никогда не думал, те зависимости, которые не видны с первого взгляда, и благодаря этому получилось первоначально уже выделить цели на следующую итерацию. Из-за того, что описание стало гораздо лучше, задачи стали более прозрачные для команды, у команды поднялась мотивация, и ребята начали проявлять больше доверия к процессам, которые начали внедряться. Вроде бы несложно, вроде бы получилось, все были удивлены, что это работает, но вот как-то так вышло. Самое важное на первых шагах, когда появилась мотивация, это видеть инициативу самой команды, видеть мнение и непосредственно его агрегировать, давать знать тем, кто его предоставляет, что оно важно и на него обращают внимание для того, чтобы не затушить мотивацию. Плюс у каждого есть свои идеи, цели и, возможно, какие-то способы улучшить процесс. Ну и непосредственно ретроспектива, без которой никуда нельзя двигаться дальше, потому что не агрегируя наши фидбэки, не работая над тем, чтобы процесс улучшался шаг за шагом, пойти дальше и сделать что-то лучшее совсем не получится. Ну и последний пункт – это нужно поощрять инициативы, а как можно поощрить лучше всего и без каких-то финансовых затрат, это переложить ответственность на тех, кто эти инициативы проявляет. И в таком случае, если не переборщить, то команда превращается в высокоинициативных людей, которые не боятся взять на себя ответственность и начинают работать сами без каких-то дополнительных вливаний ресурсов на их управление. Как же это было? Мы внедрили абстракции, мы начали использовать ретроспективы, также мы начали анализировать и собирать результаты непосредственно ретроспектив. Дальнейшие шаги – это уже были внедрение грумингов, декомпозиция задач сложных, которые не давались в первого раза, и непосредственно делегировая ответственности за бэклог. Каждый член команды мог какую-то задачу проинвестигировать, пообщаться с потенциальными пользователями, с теми же интеграторами, либо, поработав с отделом маркетинга, узнать у конечных клиентов, как конечные клиенты это видят, встретятся, и получая реальные отзывы, реальные потребности, хотелки людей, которые заинтересованы в покупке продукта, ребята начинают лучше ориентироваться в бизнесе, хотя для этого они этого делать абсолютно не хотели. плюс непосредственно фокус на экшен-итемах, постоянная переработка и постоянный процесс улучшения всех вещей, которые происходят шаг за шагом, и внедрение ревью всей команды. То есть теперь каждый член команды не работает отдельно, все друг к другу показывают и рассказывают, что они думают, и это в общем скопе помогло прийти к тому, что сейчас не нужно искать человека, который сможет это сделать, человек приходит сам и делает. Следующий шаг – это хорошие кейсы нельзя терять. И если часть компании начала работать успешно, это означает, что можно хотя бы об этом показать другим отделам, пошарить знания, попробовать, предложить им сделать так же, если у них есть такие же проблемы, не нужно использовать инструменты везде, где попало, только потому что они работают где-то в одном месте. Плюс пригласить их, ребят из других команд, на посмотреть, услышать от них точно так же какой-то фидбэк, увидеть то, что не видим мы сами, и если ребятам понравилось, помогать, внедрить и синхронизироваться, получать профит. А также немаловажно не забывать про общий поток ценностей, но это уже будет в другом докладе моего коллеги Дмитрия Коржицкого, который более детально уканется в эту тему. И что же у нас получилось в результате? В конечном итоге команда не ждет, пока кто-то поставит задачу, команда постоянно держит руку на пульсе изменений на рынке и внимательно следит за потребностями рынка. Команда решает конкретные проблемы бизнеса, потому что у нас есть куда смотреть и где брать потребности. Плюс скорость реакции на изменения выросла, потому что мы теперь не ждем, пока кто-то принесет задачки, а сами находим потенциальные ниши, с которыми можно работать. Плюс все активности стали прозрачными, доступными. Даже человек, который не понимает робототехники, может прийти, зайти в инструментарий, посмотреть, какие задачи команда делает. Они стали хорошо описаны, потому что команде важно было шарить знания между собой, чтобы всем было понятно, куда и как мы движемся. Бизнес может спокойно видеть результат, потому что появились демы, и команда перестала работать обособленно, работают все со всей компанией, все понимают, как и что сделать. Ну и самое немаловажное, проект-менеджеры теперь часть корабля и участвуют во всем процессе, и помогают решить задачи, они вводят инструменты, которые непонятно зачем нужны. Ну тут, наверное, мой доклад можно закончить. Всем спасибо за внимание, и можно позадавать вопросики. Да, вопросы можно задавать в чатике. Пока что во время наступления каких-то конкретных вопросов не передал, но, может быть, сейчас придут. Сергей, я пока хотела задать вопрос, который у меня вот в процессе сформировался. Стартапы, многие, они, в принципе, вот в начале своего развития не уделяют внимания тому, чтобы отписать процессы. Вот как должно идти, куда оно должно идти, почему оно так идет. Ну, как бы это кажется неважной счастью, потому что людей на самом деле мало, и они все нормально друг с другом коммуницируют и понимают. Насколько, вот, на твой взгляд, имеет смысл вот еще на стадии, когда команда маленькая, просто уделить, я не знаю, там, время? Это на самом деле будет вредом. Ну, то есть это будет мешать команде, это будет тратить время, которое так необходимо в данный момент. То есть команда на начальном этапе стартапа, команда в постоянном, нескончаемом пуше для того, чтобы получить, конечно, наконец-таки что-то работающее, что можно продать и как-то привлечь, грубо говоря, инвестиции. Если заниматься лишней бюрократией на данном этапе, можно потерять какой-то потенциал. Понял, спасибо. Так, пришел вопрос. Можно ли действительно сформулировать отличия agile для hardware и software стартапов, проектов, компаний? На самом деле есть одно небольшое отличие. Как правило, если это стартап, который пилит что-то свое и такого нет на рынке, то, скорее всего, продуктованера как такового нет, который придет и скажет, вот у вас есть буклог, надо его пилить. Как правило, тут нужно проводить гораздо больше ресерча, чем в software. И большинство людей, которые пытаются внедрить этот процесс, они это немножко не замечают и выпускают. То есть ресерч тоже часть реальной работы, которую делают ребята, ее нужно учитывать, потому что не все люди, которые работают с hardware-ными комбандами после software-ных, про это знают и как-то учитывают в процессе, который они пытаются построить. По поводу инструментов, которые используются для фиксирования процессов, грубо говоря, это все, что удобно в данный момент времени. Это может быть вики, конфлиенс, там, не знаю, вики на GitLab, или хотя бы амбарная книга, или какой-нибудь блокнот. То есть не нужно выбирать какие-то конкретные инструменты, нужно выбирать то, что удобно, и пользоваться этим. Мы, например, стали использовать внутри команды Fibery вместо вики, потому что большое количество продуктов, которые команда делает, параллельно легче отслеживать там, нежели чем в Jira. То есть тут, как фломастеры, то, что удобно, нужно использовать. Не нужно тратить время на переобучение тому, что не факт, что выстрелит. И тут вот еще один очень классный вопрос, который у меня тоже возник в процессе того, как слушали тебя. Нужен ли вообще PM в hardware? И в России главный конструктор или главный инженер традиционно выполнял обязанности PM? Насколько вообще, если команда самоорганизованная, ну, как бы все знают, что делать? PM нужен, потому что команда хоть и самоорганизована, есть куча вещей, которые PM может разрулить. То есть это коммуникация с другими отделами, подготовка даже каких-то ресурсов, выбивание необходимого времени на какие-то активности, плюс коммуникация непосредственно как руководством, так и конечными клиентами, и все это привлекать, синхронизировать, соединять. То есть Project Manager всегда нужен, но Project Manager должен сфокусироваться на работе команды, не меньше, чем в софтвердной компании. Просто, как правило, хардверные команды не знают, как его применять. Такое тоже бывает, поэтому тут нужно находить компромисс. Ну, а как в хардверной команде? То есть просто как бы от команды идут заявки PM, типа что нам надо? Да, с чем нам нужно помочь? И, как правило, PM, когда очень быстро и хорошо справляется с этими командами, выстраивается тот необходимый уровень доверия, что этот человек нам очень сильно помогает, он нам нужен, разгружая толковых инженеров от таких активностей, которые им неинтересны и даже не нужны, и продвигая их дальше. Спасибо. Какие самые большие ошибки случались при росте компании Rozum Robotics? Ошибок было море. Самые грустные и печальные – это потеря людей с очень высокой экспертизой, когда процессы ставились, но дальше не развивались или как-то не… Или внедрялись не до конца. То есть мы теряли экспертизу, и это на самом деле очень больно в компаниях, которые делают что-то такое, чего нет на рынке. А есть ли опасность вот при этом процессе, когда чистка, назовем это как не очень хорошим словом, чистка, да, когда вот PM-менеджеры какие-то ушли, потому что не выжили, есть ли шанс того, что кто-то уйдет просто потому, что этот человек окажется лишним звеном, насколько вот выстраивание agile процессов может… Нет, тут проблема в том, что любые уходы из компании людей, они очень негативно сказываются на настроении тех, кто остается работать. То есть люди начинают чувствовать себя в трессовой ситуации иногда, потому что кажется, что что-то идет не так. То есть это момент, который немало влияет. Но этот рост был мотивированный, компанией от 6 до 80 человек. То есть это не то, что… Ясно. Так, подскажите, пожалуйста, какое примерно соотношение между числом разработчиков и всеми остальными сотрудниками в команде? Ну, я думаю, что разработчиков заметно меньше, чем конструкторов и инженеров. Ну, я думаю, что где-то 1 к 6. Может быть. Ну, может быть, я не прав. Так. Может быть, какие-то еще вопросы остались, которые я вот буду дать? В принципе, это связано с тем вопросом, который задавали ранее, что используете для коммуникации, какие-то процессы вот именно для сбора фидбэков, для сбора проблем получилось автоматизировать или нет в процессе? Ну, вот через… Ну, непосредственно используя инструменты для ретроспективы, мы постоянно сохраняли эти экшен-итемы, и они до сих пор хранятся в системе, и любой может постоянно ревьювать их и работать над ними. Классно. Так. Ну, больше вопросов пока не прилетало, поэтому если вдруг вопросы сформируются позже, уже после выступления, после завершения этого выступления, то их можно всегда прислать на почту Иннополиса или на почту Rosum Robotics. А, ну вот, в принципе, у нас чуть-чуть еще время осталось, и последний вопрос тогда. Как ставить условия по срокам при постановке инженерных задач? Сроки всегда существенно больше, чем запланировано. Как эта проблема решается у вас? Ну, грубо говоря, при переходе на абстрактную оценку сроки объективно измеряется после того, как прошло несколько итераций. То есть мы начинаем понимать, сколько в абстрактной оценке ребята могут сделать, там, ну, запустим, за две недели, и уже опираясь на эти оценки от ребят, мы можем как-то перевести это в понятные нам часы, и, как правило, после нескольких стараться, там, допустим, трех-четырех, оценка очень точно попадает в конечный результат. А какого-то классного секрета успеха нет, как правило, можно объективно давать эту оценку, только имея опыт реализации таких сложных задач. В этом нужно только лишь нарабатывать опыт. Бывало так, что затягивание сроков проекта срывало, в принципе, выпуск продукта, там, на рынок сроки выпуска, выхода продукта? Да, и такие кейсы тоже были. Окей. Так, тогда предлагаю, наверное, на этом завершить. Сергей, огромное спасибо. Всем спасибо. Да, если какие-то вопросы будут, я думаю, что потом мы тебе их дошлем.